В этом обзоре я рассмотрю с вами швейцарские часы Invicta из коллекции Reserv Sobacqua. Модель эта очень крупная, диаметр ее корпуса составляет 52 мм и в толщину 18 мм. Вес часов 377 грамм. Корпус и браслет сделаны из нержавеющей стали. В некоторых местах это матовое напыление, как например по центральным звеньям браслета. Давайте осматривать модель со всех сторон. Застежка здесь раскладная с фиксатором, на ней вы можете видеть пленочку. Очень удобная и практичная эта застежка. Пока она открыта, давайте также посмотрим на заднюю крышку часов. Здесь гравировка бренда, коллекции, лозунг подписан и выписаны практически все характеристики этой модели. Давайте поближе посмотрим на застежку. На золотную головку. С другой стороны корпуса. И я померяю часы на свою руку. Браслет с большим запасом, он позволяет мне просто вдеть часы через кулак. Запястье у меня 18 см в обхвате. И как-то так моделька смотрится на нем. И давайте расскажу о функционале. Давайте постепенно сверху вниз опускаться. Начнем со стекла. Стекло здесь закаленное, сделанное по запатентованной технологии Flame Fusion от Invicta. Очень прочное стекло. И на него нанесен слой антиблика. В часах очень крупный циферблат. Яркого синего цвета. Здесь нет каких-либо лишних функций. Очень удобный формат даты в двух больших окошечках в верхней части циферблата. И дни недели в ретроградной шкале в нижней части циферблата. И конечно же основное время. Стрелки и метки часов покрыты специальным составом триднет, который накапливает энергию и светится в темноте. Светится не очень ярко, но достаточно для того, чтобы прочитать время в темноте. Водозащита модели составляет 500 метров. То есть это профессиональные глубоководные часы. При этом заводная головка завинчивается для лучшей герметичности корпуса. Механизмы, а также сама модель сделаны и тестированы в Швейцарии. О чем говорит надпись SwissMate в нижней части циферблата. Давайте я выкручу заводную головку. В первом ее положении против часовой стрелки устанавливается дата. И во втором положении заводной головки по часовой стрелке устанавливается время. И на этом, собственно, функционал часов заканчивается. Такая массивная модель. Не могу сказать, что прям уже она очень-очень броская. В принципе, по сравнению с многими часами Invicta выглядит достаточно просто. На этом закончу обзор. Спасибо за то, что его посмотрели. Если у вас, кстати, есть какие-либо пожелания по поводу того, как показывать часы, что о них рассказывать в обзорах, пожалуйста, пишите пожелания в комментариях. И я постараюсь это использовать в дальнейших видео. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня. Пока-пока.